Те, кто бывал на квартирниках больше нуля раз, знают, что я не только пою песни, когда я что-нибудь рассказываю, когда что-нибудь читаю, в смысле прозу. К этому квартирнику я вспомнил сразу несколько вещей, относящихся к науке, образованию и мудрости мира. Это не та вещь. Даже не другая. Номер 48. Новые байки, вдруг я потрындился со славой? Нет, у меня когда-то был блог, и я там писал всякие притчи про разных персонажей. В частности, был персонаж, которого звали Святой Эф. А притчи были разные. Несколько из них. Почитаю, большое преимущество, потому что они короткие. Святого Эф спросили, можно ли тебе молиться? Наверное, можно, ответил Святой. Но эффективнее писать по электронной почте. Или, оказавшись однажды в церкви, Святой Эф долго смотрел на распятие и размышлял. Мы пойдем другим путем, наконец, сказал он. Для начала никаких чудес. Или так. Однажды дьявол, тщательно подготовившись, явился искушать Святого Эф. Хочешь много денег, спросил он с предвкушением. Хочу, немедленно ответил Святой. Дьявол от неожиданности развоплотился. Наконец, чуть-чуть более длинное. Святой Эф беседовал с известным музыкантом. Поклонники с ума посходили, жаловался музыкант. Лезут в гримерку, карауляют у подъезда, звонят по всем телефонам. В Новосибирске юноша исписал моим именем все заборы, стены и сортиры. Из Тамбова девица пишет, что она задушит своего хомячка, если я на ней не женюсь. В Мурманске я стоял в гримерке футболку, так ее продают по кусочкам. Один кусочек 500 рублей. А ты представь, сказал Святой Эф, каково Господу Богу. Я еще почитаю про этого. Святого интересуется, почему называется именно Фэ, не, например, там Хэ или Щэ или Тролл-Дизбан. Ну, на самом деле, когда я его продумал, где-то глубоко в анамнезе маячил Святой Франциско, я назвал его по первой букве. Как-то так оно получилось. Матро, не похож на Франциско? Вообще ни на кого не похож. Похож на Филигора. Нет, вряд ли. Вот. Вот ты святой, спросили Святого Эф. Ну да, ответил он. А почему тогда не ходишь в церковь? Не хочу пользоваться графическим интерфейсом там, где консоль удобнее. В чем смысл жизни, спросили Святого Эф. Во всем, ответил он, не задумываясь. Так я так предыдущему хватил. Ну да. В этом я с ним согласен. Вот ты святой, спросили Святого Эф. Ну да, ответил Святой. А почему тогда не постишься? Потому что люблю хорошо поесть, ответил Святой. И потянулся за зубочисткой. Ну и наконец, оттуда же. Употребляешь ли ты наркотики, спросили Святого Эф. Видите ли, сказал он, часто говорят, что хороший вопрос содержит в себе половину ответа. А тут как раз тот случай, когда ответ содержит половину вопроса. Больше Святого на эту тему не спрашивай. Некто пенял Святому Эф. Вот ты называешь себя святым. Как же тебе не стыдно? Отчего стыдиться удивился? Я б тебе же святой, а не импотент. Ой. А тут как раз на самой интересной причине этот тонер кончился. Один последователь зашел в гости к Святому Эф в тот день, когда рабочие монтировали у него новую ванну с гидромассажем. Разве Святому можно предаваться плотским наслаждением, удивился последователь. Святому все можно, ответил Эф, открывая банку икры. Или как раз к теме сегодняшнего этого. Однажды Святой Эф с приятелями обедал в Макдональдсе. Знаешь, сказал один из приятелей, твое мировоззрение напоминает суждение учителя У. Кто такой учитель У? Поинтересовался Святой. Где он живет? Он не живет, ответил приятелю. Он умер. Так какой же он учитель, если умер? Воскликнул Святой Эф так мощно, что кисло-сладкий соус перед ним превратился в майонез. По счастью, никто этого не заметил. Ну и наконец, в этой серии. Какой же ты святой? Спросили однажды Святого Эф, когда у тебя даже бороды нет. Как это нет, удивился Эф. Есть, конечно, но она доступна только просветленным. Загадочно выгнулся. Притчей тут невероятное количество. Выписал некоторые избранные. И теперь читаю избранные из них. Так эта книжка потом и называлась «Избранные из избранного». А избранные из избранного из избранного будут еще потом выкладывать в контакт. В видеозаписи. Один последователь спросил Святого Эф. «Правда ли, что скверно притворяться тем, кем ты не являешься?» «Гораздо сквернее, — ответил Эф, — притворяться тем, кем ты являешься». «Почему ты никогда не пользуешься дезодорантом?» — спросил у Святого Эф коллега по тренажерному залу. «Так я же святой, я не воняю, — ответил Эф». «Он мухает». «Кто-то спросил Святого Эф, а почему про тебя нет статьи в Википедии?» «Ты бы еще спросил, почему мне не показывают в передаче «Спокойной ночи» — ответил Эф. «Наконец, тоже одна из относительно длинных притч. Однажды святому Эф явился черт». «Хочешь чаю?» — предложил святой. «У меня хорошие новости», — сообщил черт. «Умер один из твоих злейших недоброжелателей». «А кто это?» — спросил Эф. «Я его знаю». Черт разочарованно вздохнул и продолжил. «Мы тут с коллегами посовещались и решили, чтобы ты предложил, как его посмертно наказывать. Может, поливать кипящим маслом или подвешивать заребра на пачкордах?» Святой Эф немного подумал и сказал. «Ну, например, сделайте так, чтобы Х понял, в чем именно он ошибался при жизни». «Черт поперкнулся чаем». «Да ты офигел, изверг», — сказал он. «У нас даже самому шефу таких мучений не положено». «Последнюю...» «Почитай, раз уж она тут написана». «Один последователь сказал святому Эф. «Как я тобой восхищаюсь! Ты достиг святости, поэтому равнодушен к богатству, власти и славе. Ты не зарабатываешь больших денег, не занимаешь руководящих постов, у тебя даже машины нет». «Ты все перепутал», — ответил Эф. «Денег и машины у меня нет, потому что я ленивый раздолбай». «Со святостью это никак не связано». «Форид Raw likes тест». «Ну что же ты!»